Вот дорогие братья, позавчера, когда читали намаз Аср в мечети пророка Мухаммада в лучезарной Медине, знаете, после намаза был, обычно, кто был в Мекке, в Медине, есть джаназа. То есть человек умер, на него читают намаз джаназа, идут его хранить в Медине, рядом кладбище Аль-Ба-Киа. Пошли мы на этот джаназа, шейхом Юсуфа Аль-Бахуф, муфти мечети Аль-Харам, и шейх Салих Аль-Мухаммаси, имам мечети Куба, и проходили мимо могилы Усмана ибн Афан, рада Аллаху Аня. И тогда сказали, смотри, здесь похоронен Усмана, рада Аллаху Аня, здесь похоронены сподвижники, посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и также обычные мусульманы. Земля, под землей все лежат, и сахабы, и обычные мусульмане. Но однако у всех итог разный. Если раньше, до исламского периода, люди смотрели на могилы, на смерть, что это все, что это остановка всего и вся. Однако мусульмане смотрят, что это начало всего. Поэтому Усмана, рада Аллаху Аня, когда стоял около могилы, плакал, ему говорили, когда мы тебе напоминаем о рае, об аде, ты не плачешь, но плачешь, когда стоишь рядом с могилой, когда вспоминаешь могилу. Он сказал, поистине могила, это первое, что начинается, первая ступень в Ахират, в вечность. Поэтому шейх Салих Мухаммиси говорит, у всех итог разный, и жизнь была у всех разная. Поэтому хотелось бы нам напомнить на этой короткой проповеди, какой же, как же пророк, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воспитал наилучших из людей после пророков, это сподвижники. На сегодняшний день люди хотят, когда их дети закончат школу, отправить их в лучшие университеты, там, в Лондон, в Оксфорд и так далее. Но, однако, самый лучший университет, университет Мадераса, Мадераса Мухаммадия, Джамиат Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям. Наилучший из университетов это был университет посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Вкратце, как же посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, через Кур'ан воспитывал сподвижников? В первую очередь, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разъяснял единобожие своим сподвижникам. Поэтому раньше сахабы, до того, как пришел ислам, были обычными людьми, и были, жили, как все остальные арабы, и они верили, как обычное у них было понимание о Всевышнем Аллахе. Как Аллах, субхану ата'алла, сказал в Кур'ане, если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и землю, они отвечали, сотворил их, Аллах, субхану ата'алла, могущественный Всевышний, Аллах, субхану ата'алла. С другой стороны, и также у них было понимание, то, что все, что будет, то, что мы не видим, то, что скверно, только знает Аллах, субхану ата'алла. Все, что скрывается, только знает один, субхану ата'алла. Так как в Кур'ане сказал, все ключи знаний, то, что мы не видим, как рай, ад, то, что будет, никто не знает, помимо Аллаха, субхану ата'алла. И Аллах знает, что на суше, что в море, и знает о каждом упавшем леске с дерева. Только об этом знает Аллах, субхану ата'алла. Однако пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, хотел дать своим сподвижникам более глубокое понимание о нашей жизни, о Аллахе, субхану ата'алла, о единобожии. Что вообще такое жизнь? Ахляк, кияму ахляк, вот эти вот нравственные качества. Аль-Хащия, богобоязненность. Поэтому Аллах, субхану ата'алла, в Кур'ане, объясняя пророка, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, все это разъяснял с сахабам в сурате Лукман. Всевышний Аллах, субхану ата'алла, сказал, если собрать все деревья на этой земле, со времен Адама, алейхи вассалям, до Судного дня, и превратить их в перья, что-то пишущее, чтобы из них делать карандаши, перья, все деревни порезать на карандаши. И всем морям, которые есть, в помощь еще дать, всем морям, и этим писать знания Аллаха. Слова Аллаха, слова Аллаха не закончат, субхану ата'алла. Идн Аллах, азизун хаким, поистине Всевышний Аллах, субхану ата'алла, бесконечно мудрый, поистине Всевышний Аллах, субхану ата'алла, И однако у них было такое неполноценное понимание об Аллахе, субхану ата'алла. Однако пророк Мухаммад, салаллаху ата'алла, постепенно разъяснял им, кто же этот такой величественный наш творец, субхану ата'алла. И такое неполноценное понимание раньше было у всех сахабов, у Абу Бакара, у Умара, у Али, у Усмана, у Али. У всех сахабов постепенно посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, разъяснял им. Второе, что объяснил им пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, то, чтобы люди обращались, сахабы обращались на эту вселенную, в которой мы живем. Да, они знали о вселенной, но однако знали, как все остальные бедуинцы, как все остальные жители Мекки, Медины. Это была маарифа накиса, неполноценное знание. Однако, фаджан-набий, салаллаху алейху ассалям, пришел посланник Аллаху, салаллаху алейху ассалям, мин хилалил менхаджи в Куране, и через менхадж, через Куран, объяснил им, как Аллах, субъятная Аллах, в Куране говорит, Куль аиннаكم натакфоруна, билдиди, халакал арда фи яумайн, ватаджа'люнал агланда, валека, раббуль ааламин, скажи, неужто вы не веруете в того, то есть в изображении Аллаха, через Кур'ан, в того, кто создал землю в течение двух дней. И вы предаете ему, такому великому Всевышнему Аллаху, сотоварищи. Он Господь всех миров. И Аллах, субханного та'аля, установил на этой земле, сверху этой земли, горы. Вложил в эту землю благодать, свою божественную благодать, и определил для всех пропитание, предопределил каждому махлюку, каждому созданию, субханного та'аля, в течение четырех дней. И в этом есть ответ для каждого, кто спрашивает о Всевышнем Аллахе, и для каждого просящегося Всевышнего Аллаха, субханного та'аля. Отсюда пророк Мухаммад, салаллаху алейсам, айтаху мнадзора таджадиды, минал манхаджи л-кур'ани, фи ннадзори л-хали хадзи л-каун. Отсюда посланник Аллаха дал им новую картинку, чтобы они посмотрели в творение, в создание этой Вселенной. Айтан, также пророк Мухаммад, салаллаху алейсам, объяснил им пророк Мухаммад, салаллаху алейсам, что есть суть нашей жизни, братья. Аллах, субханного та'аля, говорит, приведи им пример этой нашей мирской обители. Приведи им пример нашей мирской обители, этой дунья. И она подобна по сущности своей, этой дунья, подобна дождю, которую Аллах дал с небес. И после этого растет почва. Аллах, субханного та'аля, дождь растет почва. После этого эта почва превращается, она поглощает, растет. После этого они превращаются в что-то слабое, которое умирает. И Аллах, субханного та'аля, всемогущий. Алмалу альбанун. Богатство. Благи этой жизни. Дети. Это украшение этой жизни, говорит Всевышний Аллах. Но то, что с вами навечно благое, благие дела, которые человек в этой жизни делает, берет с собой груз, вечность. Это лучше перед Всевышним Аллахом. Перед Всевышним Аллахом по воздаянию и с чем, что можно связать надежду. То есть всю надежду человек может связать именно через благие дела перед Всевышним Аллахом, субханного та'аля. Все эти аяты, уважаемые мусульмане, они мекканские. Мекканский период до переселения посланника Аллаха, салаллаху алейсалям, медину. То есть на начальном этапе таким образом посланник Аллаха воспитал своих сподвижников. Посмотрите, как красиво посланник Аллаха, как Аллах, субханного та'аля, внушая пророку Мухаммаду. А пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, объяснял, своим сподвижникам создание нас, создание, что есть суть нашей жизни, вселенной. Мы арифы ту билля, как человек должен познать Всевышнего Аллаха, субханного та'аля. Та история, которая в Куран не пришла нашим отце Адаму алейсалям, полностью историю. Здесь Аллах, субханного та'аля, показал нам, как шайтан, адуваль мустагдаль, как шайтан, иблиз, и люди из иблисов, как они будут всегда стараться нашептывать богобоязненным рабам, чтобы он сбился с пути Аллаху субханного та'аля. И как Аллах, субханного та'аля, нас обучил и набато на руджу, ил Аллах, ибит тавба, как мы должны возвращаться после соблазного со своими покаянными Всевышним Аллаху, ко Всевышним Аллаху, субханного та'аля. Раббана, золамна, анфусана, ваиллям, тагфир лана, ваторхамна, ла накунан, наминан хасирин. О, Аллаху, мы сами себя притеснили, как сказал Адам, после того, как попробовал запретный плод. Если ты нас не простишь, не окажешь свою милость по отношению к нам, тогда мы будем из тех, кто потерял убыток, потерпел убыток, из тех, кто потерял все. Эти все кием, все вот эти красивые, вот эти качества, ценности, они были, проникли в сердца сподвижников пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, салам, и в этом все они далее поняли через новый призыв, через Манхаджил-Кур'ане жизнь нашу, кто такой Всевышний Аллах, Его величие. И так же, как человек по отношению к другим созданиям перед Всевышним Аллахом, субханава та'аля, قال Аллаху, субханава та'аля,